Чёрт, это эволюция, братья. В этот пасмурный день мы с вами будем изучать религию чертизма и внедряться в их ряды, дабы наконец отыскать то, что нам известно как куб, но по факту является... Но это всё потом, сейчас вернёмся к тому, на чём остановились. Если всё правда и жёлудь действительно у тебя, то объединённые станции очень-очень заинтересованы в этом объекте. Они с радостью заплатят тебе за него щедрую сумму денег, не задавая никаких вопросов о том, как ты его получил. Откуда тебе знать, есть ли у меня такая вещь? Я знаю. У меня его нет. Я знаю, что он был обнаружен. Его забрали у меня. Не ври мне. Если ты ещё не понял, насколько жёлудь важен для нас, то задайся вопросом, похож ли я на человека, который готов покинуть южную подземку без него. Теперь скажи, есть ли у тебя жёлудь или нет. Я больше не буду спрашивать. У меня нет жёлуди. Тогда разговор окончен, но мы ещё не закончили. Увидимся. Только знаете что? Мы с ним, к сожалению, больше не увидимся. Он просто не появляется. Обычно Аарон должен поджидать нас в подвале дома или в тёмном закутке подземки, когда мы путешествуем на своих двоих. Не в этот раз. Возможно, он баганулся или всё дело в моих сейвах, ведь они были ещё со старой версии, а затем обновились до последней. Мне было бы всё равно, если бы с него не дропался один из лучших мечей в игре, который можно получить только встретившись с ним второй раз. Остаётся только смириться с утратой. Ещё тут рядом находится офис жилищной компании, от которой мы получили дом. Интересный персонаж тут прошлый владелец, Хэнк Уордл, потому что, по словам местных жителей, он вёл себя необычно, прямо как мы, игрок. Хэнк редко бывал дома, ибо неделями лазил непонятно где. Местные считали его очень странным, но приятным для беседы человеком, хотя после разговора с ним ты всегда оставался с чувством, словно рассказывал ему намного больше, чем он тебе. Хэнк всегда задавал много вопросов, а также иногда уходил посреди разговора, не сказав ни слова. Что много раз делал я, вы и все остальные главные герои. Так нас видят NPC в любой игре. Вопрос в том, героем какой истории был Хэнк. Это ли отсылка на будущее DLC Infusion про другого человека в совершенно иной части подземки? Может быть это просто интересный фрагмент без какого-либо рассказа? Я не знаю, но хотелось бы на это посмотреть, если вдруг предположения кажутся правдой. Другое неразрешенное дело – загадочный обломок от окаменевшего пирата. На данный момент никто из комьюнити не знает, зачем этот ключ нужен и какие двери им можно отпереть. Тем не менее, вот немногое, что можно узнать сейчас. Куинтон может проанализировать состав бывшего пирата. Случившееся с ним напоминает ему процесс карбонизации, а материал похож на уклерод или же графит искусственного происхождения. По его теории, наш чел-пират, ударив по монолиту, высвободил пси-силу, которая мгновенно запекла его в статую. Без постороннего влияния атмосферы или окружающей среды. Также можно спросить и у другого ученого подземки, но она расскажет намного меньше подробностей, чем Куинтон. Поэтому пока только остается строить догадки. Между тем, я решил узнать побольше про О'Коннер у знатоков со станции. И для начала пошел к Эзре за информацией. Он знает, что это такое. Жолудь – технология далекого прошлого. Однако, даже когда поверхность была обитаемой и был доступ к современным изобретениям, это сильно опережало свое время, не говоря уже про сейчас. Из-за чего наш одноглазый друг считает, что технология может быть из будущего. Только пользы от нее нет, ведь без специального кодового сигнала открыть жолудь не получится, а при попытке вскрыть силой он самоуничтожается. А если хотим услышать больше, то узнаем, если отдадим устройство Эзре в инженерный отдел. Отдадим, конечно, только сейфлот еще никто не отменял. Знает он лишь про основные функции, без деталей. Поведал он такое. Внутри устройства находится ядро с искусственным интеллектом и миллиардами нано-ботов под его руководством. Основная цель желудей, а наш, кстати, такой не единственный, это создавать кое-что грандиозное в огромных масштабах, этакий мегапроект. Например, город или что-то похожих размеров по заранее заданному в него чертежу. Ключевая задумка прибора в способности адаптировать строительство под разные среды и условия благодаря синтетическому разуму, который может все это реализовать. Допустим, нам удалось его активировать. После желудь начнет сканировать местность и собирать доступные в округе материалы, так как функции ботов сами по себе ограничены, а для стройки нужны производственные мощности, если их нет. Типа шахт, заводов, фабрик и прочих механизмов. Он даже может разрабатывать необходимые для проекта технологии, изучать уже доступные или принимать чью-либо помощь, а также защищаться при необходимости. После выполнения своей задачи Аконнер деактивируется. По сути, говорит Эзра, это ближе к живому существу, чем машине. Следом про него можно спросить у Таннера, который вообще непонятно откуда о нем знает. Говорит он примерно то же самое, но добавляет, что NFT делала их и для других корпораций. Например, один точно был у Биокорп, которая магическим образом имела в распоряжении всю подземку с коммуникациями и инфраструктурой для немалого количества людей, как раз к моменту, когда на поверхности случился прикол планетарных масштабов. Результат работы одного Аконнера мы видим на протяжении всей игры, тем самым и объясняется то, как за несколько веков своего существования все нормально функционирует, ведь задачей было соорудить самодостаточную подземную систему, способную поддерживать свое существование. Подземку, где мы и обитаем. Это очень хорошее описание происхождения всего нашего метро, но ответа на вопрос, откуда Таннер знает такие тайны, к сожалению, нет. И это меня немного пугает. Потом рассказываем ему про встречу с кислотными охотниками, и украденный из-под носа куб. На такое заявление мужик, похожий на ББ, и отвечает, что есть в верхней подземке такой институт черта, религиозный культ, верующий в одноименное существо. Никто не в курсе, реально ли оно, потому что вся информация получена из их общественных лекций и пропаганды, в коей буквально сказано, что черт – это ультимативное существо, которое может генетически перестраивать себя, адаптируясь к новым условиям. Они же в своей шарашке хотят использовать эту способность для контролируемой эволюции человека, чтобы впоследствии выйти на поверхность. Звучит хорошо, не так ли? Наша же миссия – внедриться в их контору, втереться в доверие, получить доступ к кубу, спиздить его, ну и потом, наверное, отдать безликим, дабы все могли спокойно жить и дышать. Отваливаем отсюда и топаем к вере с крюч-картой Терри, найденной в пещерах, и рассказываем ей историю, как кислотные охотники надругались над парой. Чего я не говорил раньше, так это то, что куб изначально был у Лора и Терри. Корнелл рассказал. Первый раз мы их увидели в Корс-Сити. Мы сбывали кое-какой хлам, который нашли одному из торговцев. Натуральный хлам, почти ничего не стоящий. И тут мы увидели эту парочку. Тогда еще мы не знали, кто они и как их звать. Я просто увидел, что они не пустые. У них было кое-что ценное. Я такие вещи за километр чую. Дай угадаю, это был куб? Да, это был именно тот проклятый куб, этот кусок. Короче, мы сели им на хвост и стали ждать, пока предоставится возможность. Они сели на поезд, мы сели на поезд. Нам все равно надо было на переезд. Там мы вытащили стволы и попросили их поделиться товаром, пока никто не пострадал. А они отказались, братан. Так что пришлось применять хардкорные меры. Мы повели их в пещеры на север от станции, потому что у нас там уже был обычный лагерь. Туда мы их и отвели. Мы их обобрали и все. А потом хладнокровно убили. Они пытались вырваться. Слушай, я не самый хороший человек, но мы же не отправили их в зону ни за что. После Вера сказала, что Таннер был последним, кто говорил с ними, когда они позвонили из Корсити. Что уже как минимум подозрительно, ведь походу приехать куб должен был к нам на станцию. Таннер видимо тоже хвощ. Но сейчас это вся инфа, которая у нас есть. Куб нам в любом случае нужно возвращать. Теперь идем по делам. По пути я решил спасти таки наконец Клиффа, о котором упоминалось еще в первой серии. Так поздно лишь потому, что нужен был специальный препарат, который может остановить сильный кровотек, продающийся только у медиков в лагере экспедиции. Затем я спас его бабу, но тут уже ничего особенного. А шел наш крысич в гости к Азифу, затем дабы узнать, что же на самом деле представляет из себя загадочный факел. Черноглазка говорит, что похоже фонарик наш на самом деле артефакт тех самых боголюдей, как и черноморский монолит. Уверен он, поскольку раньше владел осколками, похожими на тот, из которого получился факел. Вообще, богачелики имеют странную тенденцию помещать в монолиты различные данные, предметы, технологии или даже чьи-либо сознания и умы. Возможно, для защиты от существ, типа нашего пенчуги, ибо это не так-то просто понять, что осколок на самом деле хранилище предметов, не говоря уже о том, чтобы вытащить его, о чем без сока чувака мы бы никогда не узнали. Разговор зашел про Магнара и был ли то действительно он после своей первой физической смерти, или же пустотное существо, принявшее его облик, типа тех, что мы видели на подводной станции. По стандартам бога людей, это не особо похоже на оружие, отчего Азюв предлагает нам поэкспериментировать с ним далее разными способами и рассказать ему о результатах. Отправляемся в институт, где можем видеть сцену, как одна группа чертистов рассказывает командиру о провале задания по поиску ценного для общины предмета, чем Ефрейтор сильно опечален. Но прежде чем говорить с ним, лучше познакомимся с обитателями лагеря беженцев. Сидят они тут, потому что простых очередняр внутрь пускают не так часто, в основном стараясь принимать ученых, специалистов, ораторов и тех, кто может быть полезен организации иным путем. Вот, к слову, один из местных, бомжеватого вида дед по кличке Что? с маленьким словарным запасом. Явный шпион из Кортех, пришедший за кубом. Бессмертный мастер незаметности Кейл, который считает, что люди игнорируют его, потому что он невидимый, а не потому что всем на него насрать. Обычный работяга Детрит, пришедший сюда за лучшей жизнью из зоны провала, после того, как вся его семья погибла от чумы. А также генетик-самоучка Слитейный. Она, к слову, послушала разговор группы чертистов, шедших с Корсити, и кажется, у них было с собой что-то ценное. Подходим к Ефрейтору, и, к сожалению, у них сейчас нет места для вступления. Настаиваем на своем, и дело продвигается дальше. У его людей возникла проблема с одной статуэткой, кою сперла группа поехавших торчей под названием Психотики. Психотики. Фигурку нужно вернуть в целостности, тогда уже можно будет поговорить про вступление в институт. Последний раз их видели в торговом центре, не так далеко на запад. Наверняка известно только о их сильных пси-способностях, что значит они жесткие, реально жесткие. Статуэтку, однако, вернуть получилось. Сообщаем Дензилу, но отдадим ее только после того, как он поговорит с начальством. Он отвечает, ладно. Проходим внутрь, следуя за старшим. Попадаем на собеседование. Итак, нас спрашивают, откуда мы, чем занимаемся, пришли ли мы сюда с целью нанести вред чертизму. И у нас есть вариант рассказать правду, чтобы заспидранить институт. Только так никакой информации мы не узнаем. А узнавать тут есть что? Плюс, это очень больно. Поэтому будем играть по их правилам. Пока. В конце у нас берут кровь, якобы для наблюдения за здоровьем. Что ж, теперь мы послушник, поэтому нам поясняют заместные порядки. В стенах института существует три основных отдела. Сохранение, которое отвечает за оборону, охрану и защиту всей конторы от разных угроз. Исследование же собирает всякую информацию, изучает и использует ее для улучшения бытия местных. Основная их цель – это направление человеческой эволюции к лучшему будущему, то есть жизни на поверхности. На самом деле, довольно сомнительное будущее. Продвижение занимается распространением учения чертизма среди простого людо путем бесплатных лекций, типа тех, что в Курсити, помощи нуждающимся людям медикаментами, едой, одеждой, ну и, как мы уже знаем, участвуют в тайных операциях. Наш тоннельный клуб позже должен будет выбрать, что ему больше по душе. К продвижению на момент создания видео присоединиться еще нельзя. А сейчас мы свободны, только нужно не забыть зайти в библиотеку и прочитать первичный отчет. Это местное святое писание, скулстори о том, как произошел первый контакт человека и черта. В нем уже приложена документация, исследование его возможностей, а также история института. Топая в библиотеку, я решил зайти в столовую, пообщаться с людьми и мне стало интересно узнать их мнение про безликих. Повар Тео сказал, что не нужно портить всем аппетит рассказами про говно. Чартисты ненавидят их настолько, что у меня не хватит словарного запаса это описать. Оставшись голодными, идем дальше. Кстати, почти все жители, говорившие со мной, не приходили в институт. Они родились здесь и с детства жили в этой идеологии. Некоторые даже никогда не выходили наружу за ворота. Отсюда такая преданность последователей. Они действительно верят в черта. Сравнивая с другими местами, в которых мы бывали, тут безопасно. Однако эта иллюзия быстро развеивается, стоит выйти за врата. Почитаем теперь первичный отчет. В нем рассказ ведется от лица Эйдена, основателя института и очень почитаемого тут человека. Старая Биокорп уже к концу своего существования, но еще до реформ, восстанавливалась после революции и отделения других станций. Эйдена вызвали к себе в офис высшие чины, технократы. Они объяснили ему, что было бы неплохо расковырять и добыть несколько утерянных проектов из недр давно брошенного научно-исследовательского комплекса «Полая земля» в глубоких пещерах. Почему его бросили, тут не говорится. Собирая эту экспедицию, Биокорп надеялись на успех, чтобы затормозить внутренние конфликты и разногласия. Эйдену, как старшему ученому, доверяли и приказали возглавить поход. Собравшись и подготовившись, они отправились. К сожалению, большинство ребят пало из-за агрессивной окружающей среды, образовавшейся за время отсутствия там людей. Потеряв слишком много людей, Эйден вместе с капитаном охраны и парой выживших пытались выбраться из пещер, но по дороге к выходу в живых остался только Эйден. Он укрылся возле больших ворот, и на его удивление ворота открылись. За ними находилась бесформенная масса. Путем телепатии он обменялся с ней мыслями, среди которых можно было разобрать только одно слово – черт. Далее Эйден отыскал оборудование в покинутых комплексах, из чего смастерил себе лабораторию и начал изучать существо. В результате стало понятно, что черт может войти в состояние генетического ремонта и перестроить свою ДНК в случае, если он захворает, начнет мутировать или изменится его среда обитания. И будущему основателю стало интересно, можно ли использовать эти махинации на людях, потому что у черта структура клеток и ДНК очень похожи на человеческие. С таким замыслом был создан институт, к слову, вскоре ему исполнится 100 лет, и все это время Эйден был его главой, что заставляет задаться вопросом «как?». Как он прожил так долго? Есть тут и другая загадка – заброшенное западное крыло, куда никто не ходил вот уже 70-й год. За такое время там выросло большое кодло уберпрокаченных тварюк, которые легко ваншотят рядовых солдат, а также поговаривают, что оттуда исходят странные электрические звуки непонятной природы и магнитные волны. Выяснить это пару дней назад послали отряд по заданию от кафедры физики, но никто не вернулся, поэтому поставили патрульных. Страшные дела там творятся, и проверять, что конкретно, мы пока не будем. В одном из залов я отыскал Эйдена, он сказал спасибо за возвращение статуэтки, но говорить сейчас не может, ибо думает над важными вопросами. Тогда почему бы не сходить в лабораторию и не попросить исследовать тот осколок статуи? Ожидаемо это оказался чистый углерод, и все, больше ничего узнать не получится. Как выяснилось, исследования делятся на три кафедры – физику, химию и генетику. Присоединиться можно к каждой, но так как мы слишком тупы, сохранение подойдет нам намного больше. Приходим в офис руководителя и видим, как тот отчитывает ефрейтора, стоявшего у рот, за распиздяйство и безделье. А еще рассказывает, как они раньше воевали с безликими в глубоких пещерах, защищая черта и выиграли в битве за Нуклеус. После чего они не показываются вот уже в районе 60 лет. А сейчас поговорим про нашу работу. Из-за недавних землетрясений в подсобке рухнула стена и открыла проход на заброшенную станцию. А в самой подсобке кто-то устроил срач. Наше дело узнать, есть ли там угрозы для безопасности института и избавиться от них в случае чего. Да, там была группа агрессивных бомжей, но мы с ними быстро разобрались и получили свои 3 рубля. Следующее поручение куда интереснее, ведь оно будет связано с западным крылом. Вот более подробно про случившееся. 5 дней назад в западное крыло отправили группу рясофоров из 5-6 человек под руководством ефрейтора Матео, ибо о кафедре физики стало интересно выяснить, откуда исходят эти электромагнитные колебания вместе с забавными звуками. С момента вхождения комплекс на связи они не выходили, так что даже примерно понять какого уровня шок-контент нас там ожидает не выйдет. И сдается мне, никто и не думает, что мы вернемся оттуда живым, ну по крайней мере морально. Нужно сходить и узнать из-за чего же мог пропасть отряд. Чувак, а как ты думаешь? Но все-таки еще остается мизерный шанс на чье-нибудь выживание. Пробираемся в западный притон, минуя группы монстров. Видим следующее. Мы находим командира того самого отряда, смотрящего на монолит и впитывающего сверхсекретные знания, как там сказал Высший Азив, знания божих людей. Сразу так не видно, только мы окружены группой его ручных краулеров, которые, к слову, съели весь остальной отряд, когда тот попытался отвезти Матео обратно в институт. По его словам, в монолите содержится неописуемая истина, и пока он ее не поглотит, никуда не уйдет, а нас самих к монолиту не подпускает и нападает. Однако мне самому интересно, что содержит этот монолит. Поэтому разбираемся с Матео и его жуками, а потом высасываем информацию из камня. Нам рассказывают отрывки из истории пришельцев, досконально понять их у меня не получилось. Но очевидно то, что непонятно на какой луне, над лесной местностью, которая главному герою на удивление кажется знакомой, парит массивное строение, называемое гробницей бога. Странный злой ветер захлестывает храм, пытаясь пробудить из него мертвого бога, ведь их народ постигла болезнь. Они кричат. Мы ощущаем хворь внутри себя и тянемся к звездам, после чего в агонии видение заканчивается, а мы приходим в норму. Если эта болячка могла убивать настолько продвинутых пришельцев, а также тот факт, что монолиты, куда заархивированы предметы и прочая их шушера как-то появились на земле, может значить, что они принесли вирусы к нам. Если так и есть, то он мог быть причиной пиздеца на поверхности, кто знает. Не думайте много про это, возможно у меня уже шиза. Уходить обратно мы пока не будем, раз место настолько интересное, и новая порция долго себя ждать не заставила. Стоит сказать, что чем ближе к концу, тем меньше игра старается походить на симулятор выживания простого работяги в московском метро, становясь вместо него... Впрочем, вы сами поймете чем. Зайдя в один зал, мы сталкиваемся лицом к морде с необычным существом. Зовут его Шесть, из-за количества пальцев на руках, но я буду звать его Шестой. Настроен он с опаской и давит на героя ментально, псиспособностями, хотя не нападает, а только спрашивает. Это не первый раз, когда я неожиданно встречаю тебя на моем пути, хотя тебе здесь не место. Что ты здесь делаешь, бродяга? Объясняем ему, что разыскиваем артефакт, отнятый чертистами, ибо с ним связаны смерти двух жителей нашей станции, и хотелось бы добраться до сути вторжения Безликих. И с какой ты станции? Со станции Саутгейт. В ответ на это давящая аура рассеивается. Итак... Нет времени. Времени для чего? Ты должен покинуть это место, институт. Если ты останешься, ты умрешь. Опасность приближается. И он просто телепортируется, не ответив. В комнате еще находится странная пустая консоль и четыре капсулы с рост выше человеческого, в которой Шестой что-то делал, так как только она одна активна. А мы возвращаемся к Медианту, говоря, что Матео был единственным выжившим, но первым атаковал нас, и нам пришлось защищаться. Сразу же берем третью задачу. Был такой боец по имени Невил, но он исчез по неизвестным причинам, и ни командир, ни кто-либо другой не может вразумить куда, зачем и почему. Ведь он был хорошим бойцом, преданным идеям чертизма, и раньше никаких проблем с ним не возникало. Сегодня он просто не вышел на службу. В его комнате все лежит нетронутое на своих местах. В последний раз он был замечен возле библиотеки, на этом след обрывается. Нам, как и Шейки, нужно разыскать пропажу и узнать, почему он так поступил. В библиотеке и рядом с ней никто не знает, куда он делся. Далее, немного ниже, двое охранников говорят, мол, видели Невилла незадолго до исчезновения. Он прошел мимо них и направлялся в библиотеку. Вот только охране пришлось оставить свой пост, поскольку где-то ниже разорвалась труба, они с товарищем побежали помогать. Как раз тогда на посту никого не было. В уже изученном месте находим открытую вентиляционную шахту. В конце съезжаем вниз по склону и находим пропажу, а он говорит, что когда попал сюда, активировал тревогу, и с минуты на минуту сюда должны прийти роботы, чтобы покромсать вторженца. Но мы можем деактивировать тревогу через консоль рядом и допросить бойца. Говорим, что не будем никому рассказывать о нем, если он поведает, что заставило его убежать. Невилл рассказывает историю о том, как несколько дней назад его назначили на дежурство во вспомогательной линии под институтом. Обычно туда никого не пускают, хотя там по идее должна быть лишь линия газопровода. Это было странно, но он последовал приказу. Как позже выяснилось, назначили его туда по ошибке, увиденного же ему, наверное, хватит на всю жизнь. Дело вот в чем. Идеология чертистов, как они и говорили, предполагает направленную эволюцию, что на практике означает генетические эксперименты. Дабы не проводить их на людях, они экспериментируют над странными существами. Выглядят они так, словно для их получения человек был скрещен с чем-то неизвестным. К счастью, никто не узнал о Невилле, благодаря чему он смог убежать. Ну и естественно, после такого он поменял свои взгляды насчет чертизма. Мы сдержим свое слово, свободно отпуская его и не расскажем Медианту о находке. К слову, существа этих можно спасти и вывезти из института с его помощью, если кому такой вариант интересен. Мы же вернемся на метро, чтобы отчитаться о выполнении. Рассказываем ему ту же историю о том, как Невилл первым открыл огонь и нам верят. Потом Медиант добавляет, что как для послушника сделали мы немало. Пора бы нам получить повышение, поскольку главнокомандующего с охранением отправили в глубокие пещеры, повышать нас будет сам патриарх института, Эйден. Теперь с ним можно провести длительный диалог на кучу разных тем, но нас интересует лишь несколько. Скажу сразу, что в желудях он не шарит и вообще впервые про них слышит. На вопрос про возраст, если опустить всю рекламу института, можно ответить так. Эйден, прежде чем проверять геном черта на других людях, решил вначале провести эксперименты с генной инженерией на себе, чтобы затем можно было пронаблюдать его жизненный цикл и удостовериться в результатах, во избежание мутации у будущих поколений. Его геном был изменен во взрослом возрасте. Такими манипуляциями получилось увеличить продолжительность жизни в три раза, если он не врет, конечно. Теперь настал час стать полноценным участником сохранения, с чем нас поздравляют и дарят новый прототип брони. Наверное, вы подумали о том же, о чем и я. А в блокноте появилась запись выяснить, откуда идут толчки. Если спросить у ребят из исследований, они расскажут, что эпицентр находится к западу отсюда, то есть в западном крыле. В нем можно наткнуться на одного старого приятеля из Корсити. Приветствую. Если ты ценишь свою жизнь, ты уйдешь из института черта, пока еще есть время. Объясни. Вторжение неизбежно. Институт черта будет захвачен, а все внутри уничтожены. Ты помог мне в Корсити. Я до сих пор живу только благодаря тебе. И по этой единственной причине ты получил это предупреждение. Теперь уходи. Если ты задержишься до начала вторжения, к тебе будут относиться не иначе, чем к чертистам. Вот мое сообщение. Этот разговор окончен. Теперь бежим на максимальной скорости Кейдену и рассказываем ему про увиденное. Отчего он говорит, что поедет вниз на лифте за дверью к глубоким пещерам, дабы защитить черта. А мы следуем за ним и попадаем к лифту. Но есть одна проблема. Ему необходимо время, чтобы подняться. Бой явно неравный и чертистов уже начинают поджимать безликие. Только лифт успевает прийти раньше, чем они доберутся до нас. В этой мясорубке, пока все отвлечены сражением, мы пользуемся возможностью и спускаемся в недрах глубоких пещер. Субтитры сделал DimaTorzok